Как они искали счастье, как работали, жили, любили, вспоминают сегодня комсомольцы сразу нескольких поколений. Сто лет срок немалый и у каждого своя ностальгия по комсомолу. Одни под его знаменами строили Нишникамск, другие коммунизм и светлое будущее. Объединяет одно молодость. Пока свободу и горим, пока сердца для чести живы, мой друг, от чести посвятим душепрекрасные порывы. Вот эта молодость осталась у нас и до сих пор она у нас. Так что года ерунда. Нас приняли комсомолу в Кусим. 28 лет я был комсомольцем, а после уже в партию не вступил, так вот я остался комсомольцем. Их задор и молодость смотрят теперь с фотографией, скромностью и свободой пропитаны вещи, ставшие музейными экспонатами. В их числе и комсомольский значок и билет. Выбросить эту реликвию рука не поднимается. Комсомольский билет тоже есть. Все сохранили? Конечно. Вообще самое... С 78-го года. Самое яркое воспоминание у вас о комсомоле какое? Какое? Ну работа в комсомоле тоже какой-то определенный период. Это верхи нашей жизни, молодость. Хранит свой комсомольский билет и мэр Нижнекамска, как и семейную историю о том, как их с братом принимали в комсомол. Я и рад спрашивать. Айрат, ты с какой целью вступаешь в комсомол? Ну, чтобы карьеру сделать без комсомола никуда. Ему говорят, иди подумай. Он ушел, через 10 минут заходит. Айрат, почему вступаешь в комсомол? Быть нужным. Общественно, в общем, правильные слова его тоже приняли. Но это шутка и юмор, но на самом деле это очень хорошее время, это очень хорошее, одна из самых многочисленных организаций. Они были определенные, там и формализм был, но тем не менее это был дух такой какой-то всеобщей команды. Командному духу организации, которую распустили еще в 90-е годы, можно только позавидовать. Закалка тех лет собираться по первому зову не подвела. На праздник съехалось около сотни комсомольцев Нижнекамска. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР.